как гадание на три карты три карта расскажет что ждет овна в следующую неделю августа сосредоточьтесь позадавайте картам свои вопросы чтобы это гадание стало более личным для вас более понятным и близким итак три карты счастье успех любовь и деньги посмотрим какие радости вас ждут в это время непростое для кого-то для кого-то наоборот до овнам неделя предстоит ну возможно непростая но плодотворная здесь есть старший аркан у нас центре карта повешены она говорит о повышенной ответственности в эти дни для вас и о повышенной ну как бы жертвенности вы будете во многом не свободны это может быть хорошо потому что вам достанется что-то что не достанется другим например новая должность новые обязанности новое время карта это описывает время для вас ради которого вы должны пожертвовать личным временем своим не знаю там потребностями какими-то или даже принципами карта повешенной говорит что овны будут достаточно привязаны к рабочему месту или к семье к обещаниям к обстоятельствам будет острое ощущение несвободы такое в общем-то неприятное наверное непривычное для представителей вашего знака но смысл карты исключительно позитивным говорит что вот нынешние испытания и нынешние ваши жертвы сыграют вам безусловно на руку потом скажете себе спасибо за то что не сбросили какой-то крест то что согласились сделать взялись за то за что не взялись другие карта просит многое на себя брать по максимуму соглашайтесь на все рыцарь мечей знак открытого конфликта неделя до может быть такой конфликтной может быть вам придется показать себя не с лучшей стороны собственно карта вам это их советую не нужно скромничать не нужно наверное как бы казаться культурными культурным человеком и не нужно задвигать своим потребности отодвигать их на второй план вам придется за себя постоять уж то что постоять за себя и за близких овны всегда могут но хороший смысл карты в том что конфликт этот не пустой и он не на пустом месте явно будет победа если вы пойдете до конца и не постоите за ценой возможно уже вашей жизни сейчас есть какая-то ситуация которую на которую нельзя закрыть глаза это вот тост тот самый случай когда надо идти до конца нужно бороться поругаться так поругаться посудиться так посудиться и рыцарь мечей безусловно еще и карта фигурная говорит о присутствии вашей жизни какой-то человека нападающего но нападает он тоже не просто так это важно понимать и различать картах таро конфликты бессмысленные и конфликты осмысленные очень очень различаются вот здесь вот по поводу это может быть ссора с партнером по бизнесу это может быть какое-то явное противостояние в семье или с начальством или с коллегами но без острого разговора как минимум если уж мы не говорим про какую-то явную войну этот вопрос не решится поэтому нужно вот так вынужденно видеть у вас очень много несвободы выпадает и ведущее слово недели для овнов вынужденно вот именно так поэтому вынужденный конфликт для вас вынуждены какое-то противостояние это время нужно ну не просто пережить нужно пережить его как-то в борьбе и восьмерка мечей говорит о каком-то намеренно вмешательстве со стороны ваши дела то есть вы почувствуете давление ну давление обстоятельств давление судьбы давление от людей карта может иногда описывать явную интервенцию когда вы видите рядом человека или может быть даже набор людей какой-то коллектив которым вот что-то от вас надо не готовы они не готовы отступить это люди которые вас принуждают вынуждают заставляют поступать не так как вы хотите не самые благообразные карты должна я сказать мечи присутствует как знак острых острых каких-то эмоциональных душевных переживаний вот совет восьмерки мечей кстати есть очень выразительный и срочный от несвободы нужно от явного давления злостного например с чьей-то стороны нужно постараться выпутаться как-то вот избавиться то есть карта просит вас сохранять баланс необходимое необходимую ответственность какую-то необходимые жертвы этому времени приносить и при этом отличить раз отличать зерна от плевел то есть отличить то ту несвободу которая уже чрезмерная которая лишняя из которой вам нужно выпутаться избавиться в целом же если ваш вопрос про деньги или например про карьеру или даже про любовь первое второе третье очень даже может состояться другое дело что это идет на каком-то вот таком вот вы можете на конфликтном фоне но что делать мы вам уже рассказали с картами мы рассказали словными мы разобрались теперь тельцы для тельца я хочу выбрать взять такие вот карт это одни из моих любимых таро цветов таро цветов здесь нет старших аркан поэтому наверное в гадание избежим чрезмерного драматизма потому что обычно что-то из ряда вон выдающиеся описывают нам старшие арканы хотя карты таро довольно изобретательные они могут все по-своему все-таки нам рассказать не так как мы хотим и так телец и следующей неделе августа посмотрим что здесь будет таро цветов три карты для тельца хотелось бы чтобы они были хорошими пока все хорошо ну почти что по загаданному почти что по задуманному какому-то плану наверное вам выпадает центральная карта король жезлов обратите внимание что эта карта как фигурная обозначает она важного для вас сейчас человека готова вряд ли помогать но указать скорее путь это мужчина деятельный яркий мужчину который впечатляет можно ли его считать вот романтическим партнером и вообще можно ли в этих картах увидеть романтическое знакомство или любовную историю да пожалуй что можно потому что ведь рядом туз жезлов а туз жезлов это самая главная карта мужской силы в колоде таро то есть очень мощное присутствие мужской энергии у вас идет дорогие тельцы в это время до появление друга появление может быть какого-то покровителя в работе это появление какой-то продвигающий такой вот мужской силы для вас в рабочих профессиональных проектах или в вашем бизнесе туз жезлов это предложение какой-то крупный шанс предложения сотрудничестве для кого-то это любовное предложение но какое-то такое очень настойчиво однако не слишком романтическое сочетание карт позволяет нам увидеть до неделю для тельца очень активную это среда точие огненной энергии в колоде таро король же и туз жезлов среда точие энергии такой вот деятельность и значит что вы например получите новую должность например получите новую работу или у вас возобновиться получит как бы определенную перезагрузку проект прежде брошенный или прежде какой-то безнадежный для кого-то это ремонт может быть а для кого-то опять же поиски работы вместе карта советует ловить момент туз жезлов как в общем-то и любой туз наверное здесь колоде это всегда возможности и шансы которые очень легко пропустить вам нужно сориентироваться во время возможности свои оценить за все браться прилив энергии кстати эти карты очень хороши для желающих выздороветь для тех у кого летние теперь уже хандра срывает планы здесь мощный энтузиазм ваш какой-то вот идет но опять же под влиянием предложений под влиянием каких-то обстоятельств двигайтесь скоро ничего не бойтесь реагируйте быстро на предложение которое предлагает вам до приносит наверное поток судьбы и королева пентакли это крупная очень хорошая такая добродетельная денежная карта она говорит о хороших заработках о том что придут в достаточном объеме деньги королева пентакли кстати вот в сочетании с этими картами часто обещает крупную покупку очень крупную такую которую вы прежде откладывали может быть это продажа чего-то для вас то есть какая-то сделка которая состоится королева пентакли дает уверенность финансовом будущем и в целом описывает очень такое вот прибыльное деятельное время когда у вас горят руки когда хочется за все браться но и мы с картами вас так своеобразно дистанционно благословляем да действительно беритесь за все приветствуйте всех конце концов и королева король это же люди то есть это какие-то фигуры полезные значимые для вас в жизни явно вы не останетесь один в поле воин явно в самых ваших разных начинаниях будет кому вас поддержать поэтому конечно прогноз этот очень очень хороший и полезные советы мы получили далее близнецы для близнецов эта неделя будет какой а вот такой мы сейчас расскажем какой именно но для близнецов а такие вот карты с выразительными картинками будут называются они по моему таро 78 дверей потому что здесь на каждой картиночке должна быть дверь изображена и так три карты для близнецов 1 на вам и 3 все-таки карты хоть и с веселыми такими немножко детскими картинками но без драматизма мы все-таки не обойдемся последовательно карты мир восьмерка пентаклей восьмерка кубков говори сообщает о том что близнецов жизни идет к конец периода то есть конец заранее обреченного плана какого-то вам придется расстаться с тем к чему вы стремились и во что достаточно долго верили восьмерка кубков советуют всегда говорит одно и то же чем быстрее вы бросите что-то ненужное что тащите с собой в будущее это тот самый чемодан без ручки тем легче это будущее для вас наступит рядом восьмерка пентаклей брошенная учеба например может быть брошенная учеба или брошенный проект брошенное какое-то хобби занятие что-то вот такое во что в общем-то успели уже вложиться надеюсь что не очень пострадали иногда вложиться буквальном смысле потому что восьмерка пентаклей тоже денежная карта про денежные вклады тоже мы здесь можем что-то увидеть знаете это неудачная какая-то финансовая операция для вас удачно или неудачно не знаю но такая которая завершается прежде чем принести плоды какие-то обещания какие-то ожидания ваши окажутся совершенно совершенно беспочвенными это может быть и ваш расчет на работу расчет получить какую-то определенную работу здесь все рассыпается вам приходится с этим планом прощаться и вот в таком сочетании карта мир сама по себе такая крупная и в общем-то хорошая говорит только лишь о том что это прощение с планами окончательно и бесповоротно в каком-то смысле оно нужно потому что вы на новые уровни мышления или на новые уровни жизни вы выходите но карта мир это знак это такая . в которой наша жизнь какие-то какие-то жизненные этапы заканчивается и начинаются одновременно то есть какая-то вас ждет все-таки метаморфоза перерождение так например если вы предыдущий период ждали работу обещанную какую-то приходится вам с этой работ с этим планом прощаться но соответственно для вас открываются новые двери не зря же у нас старо 78 дверей вот и вы переключаетесь на что-то другое такое же прощание может состояться в теме любовные романтические отношения вот например серьезные планы серьезные намерения ваши вашего партнера не могут состояться не могут состояться откладываются я бы сказала да как мы всегда оптимистично говорим здесь похоже что не откладываются отменяются на вовсе знаете вот на совсем то есть назову я эту неделю пресса еще неделю для близнецов освобождающий вот я так и и вижу вы так много можете избавиться от иллюзий от ненужных ожиданий от собственной какой-то ответственности от бремени эмоций которые вы растрачивали не по адресу и как то совершенно неуместно и конечно смысл этой троицы во многом очень оптимистично это знаете избавление такой момент избавления от того что не может состояться и вам будет легче то есть когда пройдут эти семь дней вам резко станет легче легче дышать вы как будто бы избавляетесь от некоего хлама а это всегда нам открывает запускать второе дыхание нам всем следующие года не будет для рака эти карты 2 висконте очень известная колода для рака чем интересно или приятно или чем грозит раку следующая неделя августа три карты пока мы увидели очень очень разные предсказания для разных знаков совершенно не похожи то есть общие тенденции времени общие действительно для всех или для многих выделить я не могу очень разные предсказания и так для рака старший аркан центральная карта эта карта безусловно справедливость серьезно ответственно она призывает вас ко всему происходящему относиться максимально по-взрослому и скучно вам придется многое взвешивать придется делать какой-то выбор легкий или не очень пожалуй что достаточно легкий но тем не менее это все по-взрослому то есть вашей жизни события люди явления какие-то появляются судьбоносные от вашего выбора зависит течение вашей жизни может быть и жизни окружающих на долгое время но карта справедливость очень хороша для того чтобы включиться вот опять же в какие-то взрослые дела затеять свой бизнес открыть собственное дело или выйти на какую-то новую работу похлопотать о документах это вот самая главная карта по которой оформляются визы документы на недвижимость подписывается договоры кредитные в том числе то есть это время когда вы будете очень очень довольны собой но опять же если вы правильный выбор сделаете если вы решитесь если вы примете со всей ответственностью обстоятельства которые предлагает вам судьба но в любом случае знаете это всегда вот такое примитивное прикладное значение карты справедливость всегда проигрывается приготовьтесь раки вам придется на следующей неделе что-то подписывать какой-то важный документ это приказ о приеме на работу может быть вы кого-то принимаете может быть это придется поставить подпись под договором каким-то соседствует у нас рыцарь пентакли что тоже очень хорошо наполняет эта карта вашу неделю деньгами доходом это достаточно крупная денежная карта описывает она вам доходы полученную зарплату премии прибыли и так далее возможно какие-то подарки рыцарь это все-таки еще и рыцарь на белой коне то есть ждите присутствия рядом с вами какого-то человека полезного с серьезными планами серьезными намерениями этот человек вообще рыцарь пентакли человек уже известны кстати вам не новый человек который предлагает деньги это может быть да действительно у вас на работе начальник ваш молодой начальник кто об этом не мечтает да протягивает вам какое-то предложение например там о повышении должности о повышении зарплаты соответственно документы соответственно деньги и соответственно гордость собой вот наверное из лучших в этой троице это шестерка жезлов максимальную гордость собой она описывает что вам представить идущая эмоция недели для рака гордиться собой почему успех идет какой-то очевидный заметный другим многим вы приходите на работу вам аплодируют вы приходите домой вам аплодируют это то вашу жизнь придет то чем вы захотите похвастаться раки не самые хвастливые люди на свете но здесь не удержитесь потому что это то самое шило которое в мешке все увидят все узнают но естественно если вас назначена новую должность понятно что в коллективе об этом узнают если ваши основные планы неделя связано с личной жизнью то я не могу сказать что здесь прямо вот мы делаем упор именно на любовь влюбленность парную жизнь и так далее скорее мы говорим о социальных делах карьерном успехе о каких-то деньгах но для тех кто переживает сейчас роман или жаждет этого романа я скажу знакомство с новым подходящим человеком очень даже возможно рыцарь пентаклей считается традиционно довольно скучным женихом но богатым и у него могут быть серьезные намерения жених этот не но в это не новое знакомство это может быть предложение или приглашение от уже известного лица и вот если это предложение состоится то готовьтесь вам во первых она очень сильно пальцит очень сильно а во-вторых предложение сразу будет крупно это знаете как как будто бы мало знакомым мальчиком который вам безусловно нравится из соседнего отдела не просто вас зовет на первое свидание а как будто бы сразу и замуж зовет я не исключаю на самом деле в жизни вижу такие истории у людей вот такая вот ну можно сказать блестящая неделя для рака будьте ответственными поменьше нужно иллюзии поменьше кстати нужны эмоции потому что карта видите вам выпадают какие сухие такие подсушенные не эмоциональные вам нужно быть рациональными серьезными это не время для за душевных разговоров это не время для того чтобы кому-то рассказывать о своих мечтах это вряд ли активное время для какого-то творчество ну не знаю практичная неделя далее лев для льва испанская таро очень хорошие карты во всех смыслах они это очень качественно сделанная колон вообще правильной карты здесь 100 здесь их 100 штук два набора старше поэтому без драматизма какого-то особенного наверно не обойдемся да потому что шансы увеличиваются из-за такой колоды из таких карт и так ли вы достаются да действительно 200 старших аркана и ну первое что я должна сказать мы ведь договорились с вами когда-то обсуждать есть только правду первое в целом вот эта троица обещает льву разочарование крупное в мир ну понятно что мы любим драматизировать события собственной жизни всегда сверх меры но разочарование то есть вот такое вот острое достаточно краткосрочной которую конечно саму пройдет но это разочарование вы переживете связи с чем опять же могут отказать в новой работе могут отказать в должности могут не состояться какие-то ваши деньги то есть ваш денежный проект там провалится может быть неудачным новое знакомство или ваши ставки на какую-то романтическую вашу историю видите центральная карта смерть вам тут выпадает а смерть говорит о естественном завершении чего-то какого-то процесса или какого-то явления то есть из вашей жизни уходит то что естественно просто должно уйти и звучит это как потеря ну да пожалуй это может быть и потеря работы хотя более в таком сочетании бы сказал что это не потеря такая вот реально и таска скорее потери опять же той же иллюзии потери мечты потеря правды да для львов это бывает достаточно болезненно потому что здесь есть рядом карта луна она обозначает запутанность запутанность собственных эмоций это знаете такой путь в тумане пробежка в тумане по этим картам вы можете да действительно потерять работу и задуматься и после этого растеряться и я не знаю что здесь тяжелее может восприниматься настоящие потери или то что вы разводите руками и не знаете что с этим делать что после этого делать то есть одна сама по себе вот эта карта смерть у нас должна была бы только обрадовать вот она правда хорошая все ненужное отжившие уходят вместе с ней но рядом луна то есть есть опасность очень очень сильно погрузиться в сомнения какой-то ложный выбор иллюзорный в окунуться в полнейшую неуверенность рядом еще одна карта тоже водная луна водная но это пятерка кубков с которой я собственно начала пятерка кубков она так и называется разочарование почему может быть повода объективного серьезного не будет у вас разочароваться но это уже особенность характера знаете огненные люди львы в том числе к умеют как сильно очаровываться так и глубоко разочаровываться это наверное самая главная боль вашей жизни вот этот цикл очарование разочарование вас жизнь уже преследует поэтому да карты стремятся вас предупредить вот именно от да от сильного какого-то разочарования от опасности очень очень сильно растеряться и запутаться карта луна описывает тайны тайны вполне возможно что вам просто предстоит в это время раскрыть какую-то тайну которая лучше бы тайной так оставалась то есть появляется проявляется для вас какая-то информация которая почему-то сейчас не только не радует а выглядит буквально как конец света вот опять же совет такой не драматизировать историю потому что все достаточно легко переживется все окажется мельче и оптимистичнее как всегда в нашей жизни все неприятности буквально через неделю оказываются мелкими не стоящими буквально ни капли ваших нервов и об этом и пятерка кубков говорит она же описывает разочарование острое но такое которое обязательно пройдет само то есть такое которое не нужно лечить может быть потому что нельзя вылечить а может быть потому что ну это воспитание характер нужно уметь ждать подождите 7 дней и ваши неприятности покажутся вам благодатью далее дева девам достаются такие вот карты все сплошь золоченые это царская таро или таро царь тоже три карты для вас тоже подумайте о своем о чем вы хотите услышать о любви и здоровье и деньгах и работе три карты для девы 1 нова и три карты кстати достаточно созвучный вашему знаку карты которые имеют хорошие такие уверенно астрологические соответствия с вашим знаком потому что сплошные пентакли ведь у нас в центре тройка пентакли все внимание на работу эта карта называется работа и наш герой вот тут вот на иллюстрации действительно работы хотя скорее это творчество но он пишет икону да мы видим здесь но это его работа то есть центром мироздания в это время будет для вас работы все что с ней связано может быть это учеба получение профессии специальности может быть устройство на новую работу может быть просто оживление какое-то ваше текущей деятельности карта это просит спокойно умеренно продолжать это немножко карта рутинная она говорит что девам придется посидеть на следующей неделе через и в смысле посидеть посидеть над каким-то делом проекты может быть задержаться дольше других на работе но это все несет очень хороший смысл то есть это заметится это даст вам уверенность может быть своих каких-то возможностях способности часто карта естественной новую работу обещает тоже какую-то хорошую по крайней мере такую где вы на своем месте и у нас здесь есть аж даже туз пентаклей ох самая счастливая самая главная денежная карта в колоде тару туз пентаклей это как синяя птица это знак особенной какой-то волшебный невероятно роскошной удачи чаще всего да вот в такой паре это удача связана именно с работой с тем делом которому вы посвящаете себя новая работа туз пентаклей это ворота в новую жизнь вот так вот не больше не меньше карта это называется то есть через новую работу понятно ворота в новую жизнь если у вас новая работа то вы естественно в какую-то новую дверь в какие-то новые ворота будете ходить хорошие заработки новая работа с большой зарплаты проекты выгодные покупки выгодные сделки какое-то какие-то операции очень крупные масштабные что-то вроде вложений но конечно правильных финансовые вас ждут и здесь есть еще карта звезда карта звезда вот здесь вот аналогию проводит автор художник с вифлеемской звездой что-то путеводное появляется в вашей жизни что-то загорается знаете какой-то маяк и вы находите направление вы понимаете куда вам двигаться что вам делать дальше куда вам стремиться и зачем идти вы одной ногой вступаете на какой-то новый путь о котором давно мечтали которому давно стремились но проще всего самое примитивное что ли значение этих карт конечно новая работа с очень хорошим заработком и это буквально работа мечты однако вот этот оптимистичный прогноз мы можем отнести и к другим вопросам если вы увлечены сейчас личной жизнью то я не исключаю что такое счастье такие возможности ждут вас и тут и на этом поприще потому что тройка пентаклей уверяют что все продолжается причем так быстро и так правильно как вы и мечтать не могли все это продолжается и направление в сторону исполнение вашей мечты так например для личных отношений если вы мечтаете о знакомстве или о том чтобы любовная история лучше склеилась или как-то правильнее продолжалось то вот пожалуйста во в шаге от этой мечты ну и хорошие шансы возможности увидеть свою жизнь какой-то совсем совсем качественно другой когда такие хорошие карты исключительно такие хорошие карты выпадают ну затруднительно выбрать для вас совет потому что советы это все более привычка плохих карта встречайте следующую неделю с легким сердцем не избегайте возможности больше доверяйте людям и миру потому что явно вас сейчас и те и другие хотят одарить вот и помните о чем вы мечтаете стремитесь к мечте потому что любой шаг в сторону от мечты вы знаете да это предательство себя это всегда пути никуда а три карта из классического таро уайта расскажет весам как пройдет их следующей неделе советы предсказания карт на это прекрасное летнее время середина августа 2022 года и весы раз два три три карта для вас ну достаются они вам безусловно безусловно хорош и преобладают карты фигурные здесь есть рыцарь кубков и король пентакли первый совет обращайте внимание на людей но это вообще такой общий совет наверное для всех весов его на все времена на любую неделю на любой день обращайте внимание на людей потому что знак ваш очень парный партнерски и как правило вы сам действительно легче жизненные проекты даются в паре одноборе с другими людьми первые герои которого мы здесь видим это рыцарь кубков человек добрый по отношению к вам человек готовы помогать часто романтический герой романтический партнер влюбленный вас молодой человек или не очень молодой и и настолько он к вам расположен что предлагает что-то такое вот практичное что-то полезно то есть человек который хочет оказаться вам полезным что здесь соседние есть карты это король пентакли а король пентакли свою очередь это да именно человек полезно человеку с ресурсами надежный богатый верный постоянный человек у которого можно и денег занять и поучиться чему-то человек которому можно на работу устроиться человек которому у которого можно просто финансовый совет какой-то серьезный получить или финансовую консультацию какую-то заказать мы предполагаем что это два разных человек один помоложе и с романтическими чувствами другой постарше и протягивает вам помощь хотя наверное только после того как вы попросите и тем не менее вот видите злодеев и злодеек нету получается так что только расположенные к вам люди только правильное окружение здесь появляется у вас в целом же рыцарь кубков говорит о присутствии доброй эмоции вашей жизни доброй эмоции для добрых эмоций то есть это время будет неравнодушная для вас при этом не конфликтно достаточно значимая в плане ну знаете развитие души вы видите чье-то внимание вы видите чье-то искреннее желание помочь или видите чью-то влюбленность в глазах и все это конечно это время безусловно украшает сказать что это новый человек или новые люди я не могу это скорее все-таки герои которых вы уже прекрасно знаете но эти герои уже вам известны и может быть знакомы неожиданно для вас вот поворачивается другой стороной да это могут быть то же самый ваш начальник от которого вы подобного не ждали а тут он вдруг вас решил поощрить поднять вам зарплату рядом пятерка пентакли вот пятерка пентакли карта бедности и дефицита по ней всегда не хватает каких-то ресурсов чаще всего не хватает по ней именно денег поэтому может быть приход появление вот этих вот полезных людей в вашу жизнь своевременно потому что без них вы бы сами ну не выбрались не спаслись вы бы не заметили чего-то пошагово мы можем увидеть например вас на малооплачиваемой работе вот пятерка пентакли вам все время не хватает потому что вы занимаетесь не своим делом это великий закон жизни денег никогда не хватит тому кто за не занимает чужое место вот и действительно не хватает может быть времени или каких-то душевных сил вы истощены посмотрите обратите внимание на фигура вот на этой карте явно это люди какие-то бедствующие и вот в момент вашего такого скажем эмоционального материального или какого-то другого профессионального может быть бедствования вы встречаете вот такую помощь сочувствие и доброе расположение да сказала бы я может быть это подходящее время сходить к начальнику попросить прибавки к жалованию может быть он вас как раз удивит и признается что вы давно ему нравитесь конечно как человека как работник и с радостью поднимет вам эту зарплату на всех случаях весов весов ждут хорошие новости которые самое главное дают уверенность в людях и уверенность в собственном финансовом будущем приглашение на новую работу здесь звучит от знакомого человеку тоже знакомого человека очень хорошее время какие советы а я сказала да какие советы доверяйте людям так вот больше общаетесь наверное так можно сказать выходите в люди дайте возможность жаждущим вам помочь вас найти далее скорпион для скорпиона твой колода тару цветов мы пошли по кругу второму кругу тоже три карты три карты скорпион и следующей неделе августа раз раз два три ну здесь вообще все три карты фигурные выпадают поэтому тоже все внимание в основном к людям фигурные карты так или иначе они имеют и отдельное скажем скажем не придворное значение но тем не менее король мечей королева кубков и рыцарь мечей здесь упадает все внимание на людей потому что королева кубков здесь центральная фигура это какая-то женщина подруга родственница коллега может быть ваша женщина от которой вы видите помощь может быть сочувствие сострадание или которые вы сами должны помочь королева кубков это средоточие женских энергий и это еще энергия любви романтической любви поэтому для скорпионов я не исключаю какие-то острые при максимально острые романтические переживания в это время королева кубков это водная королева это и вы потому что скорпионы водные люди вот вам придется остро как хотите это понимаете пережить на следующей неделе любовь вот почувствовать наполненность собственного сердца этим это эмоции этим необычным чувством это любовь может быть разная романтическая действительно к какому-то вашему партнеру это может быть любовь не знаю родительской материнской может быть библейская какая-то общегражданская но вам придется что-то делать из любви придется ее выражать может быть все кому-то даже говорить это знаете романтический разговор романтический сцен в конце концов если бы колоде таро понадобилось изобразить прогулку влюбленных под луной то она бы взяла вот королеву кубков то есть это такая остро напряженная эмоциональная история связанная да с любовью с вашей какой-то такой вот привязанностью здесь есть король мечи рядом король мечей это тоже давайте сначала скажем что это человек у король мечей человек-то не простой он из общего ряда фигурных карт выделяется тем что короля мечей надо всегда уважать нужно признавать его авторитет поэтому чаще всего в раскладах король мечей это некий начальник это человек чье мнение важно ну по определению или даже в силу закона это какой-то инспектор или ревизор даже может быть ну король мечей это мудрый руководители принимающие решение то есть вы моего застаем здесь как раз момент принятия решения и рыцарь мечей вот пожалуй присутствие именно рыцаря мечей здесь самое неприятное или единственное неприятное потому что рыцарь мечей это да тоже безусловно это разговор эта новость это человек с претензиями это человек который вас как минимум торопит или как минимум пытается вас что-то исправить что с неприятно само по себе на рыцарь мечей это еще и главная конфликтная карта в колоде таро на говорит что без как минимум серьезного острого разговора вам не обойтись и вот представьте что здесь получается получается буквально здесь следующие неделя наполненная эмоциями причем как со знаком плюс королевы кубков так и со знаком мин вы можете переживать какую-то острую любовную борьбу до или вражду которая от отнюдь не отменяет чувства вот здесь вот как по нотам разыгрывается например такой сценарий как ссора и примирение влюбленных любящих сердец конфликт серьезно и по поводу но примирение бурно неизбежно потому что даже в процессе этой ссоры в этом конфликте вы замечаете насколько вы друг другу близки и насколько вы друг другу интересно то есть это фонтан эмоций в целом фонтан эмоций кроме того это могут быть действительно буквальном смысле три разных человека с которыми у вас образуется три разных качественно разной коммуникации смотрите король мечей это начальник который вас заставляет что-то делать может быть кстати новый поэтому такая немножко не прямая но все-таки новость а но другой работе появляется здесь начальник который заставляет вас что-то делать королева кубков это подруга или коллега который вы жалуетесь и находите отклика эмоциональную какую-то поддержку в ее речах в ее глазах а рыцарь мечей это ну скажем третье лицо человек со стороны как-то причастны к вашей судьбе который вас задирает провоцирует как-то на конфликт поэтому все в разговорах все недели вся в коммуникациях плохое с хорошим смешивается полезные люди кстати вот люди которые их традиционно не называют полезными люди которые по мечам приходят вот к нам традиционно полезными не называют потому что как будто бы денег от них нет как будто бы и никаких дел бизнесов никаких они не предлагают я немножко придерживаюсь другой точки зрения потому что я считаю что как раз вот люди по мечам особенно умные и особенно ну так по-хорошему злые указывают нам выходы из самых разных запутанных или скучных жизненных ситуаций поэтому общий совет для скорпионов на всех на этих людей смотрите ко всем разговорам прислушивайтесь вам наверное все таки в какой-то ссоре придется явно поучаствовать но можно ведь разные иметь плоды можно поучаствовать в ссоре и вынести оттуда только обиду в сердце и высокое артериальное давление да а можно в ссоре услышать расслышать какие-то новости о своей будущей жизни какие-то нетрадиционные оригинальные сообщения об устройстве мира и что-то придумать выхода из запутанных ситуаций для вас то есть вас ждет общение с может быть даже недоброжелательно настроенными но умными людьми далее стрелец для стрельца 2 78 дверей 78 дверей выразительной картинки на этих картах по которым все все понятно сюжетной картинке раз два и три для для стрельца приходит середине августа время обновления до то время некоторого обновления ваших взглядов но вашей жизни по большей части давайте начнем с самой хорошей новости туз кубков буквально карта это называется подарок ждите подарка в своей жизни подарок неотносительный знаете это безусловно то что нельзя пропустить считается что туз кубков как правило подарок нематериальный но мы видим то что здесь крестит ребенка так например известие о беременности для рождении ребенка это ведь подарок давно он какой-то такой нематериальный так и здесь вас ждет очень крупная новость очень крупно и такое сообщение о ваших возможностях о вашей жизни которые как покажется может быть вы даже не заслужили это великий дар небес естественно но у неба рук нет поэтому небо пользуется руками каких-то людей чтобы вас одарить и вас порадовать это может быть самая счастливая новость связанная с работой для вас связанная с деньгами с какими-то бытовыми или хозяйственными проектами часто это конечно же новость связанная связанная с любовью самая главная карта про любовь в колоде здесь получается туз кубков она говорит что время многих стрельцов одарит вот этим вот великим великим чувством но давайте не будем путать туз кубков не описывает пошагово например просто вот так вот любовную историю до познакомились сходили на свидание и так далее туз кубков это приход как цунами такой большой волной любовного чувства ваше сердце то есть я предполагаю что очень многим стрельцам предстоит влюбиться причем влюбленности это идет какая-то роковая судя по соседним картам возможно первое возможно самая сильная в жизни но что из этого получится и будет ли она взаимной это влюбленность или это любовь правильнее даже сказать мы тут не знаю ничего не можем сказать ну в общем может быть это и не главное в этой жизни а паш мечей говорит о том что вы услышите новость паш мечей как любой паш это такой посланник гонец с новостью услышите новость не всегда это буквально например новое любовное знакомство романтическое то что же новость да это такая стрела купидона которая внезапно вас вам открывает глаза на что-то такое ну то есть вашу жизнь готовится зайти нечто новое и ну с одной стороны в подарочные упаковки заходят прям в подарочные то есть это явно то о чем люди мечтают обычно и вы тоже мечтали а с одной стороны а с другой стороны приходит как-то резко болезненно нервно знаете как будто бы обстоятельства торопит если вас даже вам даже предстоит влюбиться это приход чувства но какой-то даже с определенным что ли драматизмом потому что мечи это все острае и остренькая эти здесь уместно страна сравнение да со стрелами купидона как укус как молния вас пронзает вот это вот чувство острое чувство любви для многих это действительно новость о беременности просто новость о беременности вот так вот рядом карта смерть говорит о том что вот этот подарок небо похоже что стрельцы у нас вообще вот фаворитах по изменениям в жизни на следующую неделю мне кажется что ваших соседей по зодиаку как-то многое спокойнее а вот у вас видите вот это вот крупная новость и вот этот вот подарок от вселенной вы готовить очень сильно меняет вашу жизнь не просто меняет а как бы ее перерождает прекращает один этап жизненный и открывает другой конечно карта смерть в моменте довольно грустная то есть придется переживать придется как-то оплакивать прошлое с которым пока жалко расставаться потому что вы к этому расставанию еще не готовы то есть видите как рядом соседствует рождение новой жизни вашей и окончании старой что угодно может случиться в том плане что это и работа может быть конец вашей работы давние конец вот такое окончание которое вы ужасно сожалеете с одной стороны понимая что новую работу вам предлагают значительно с лучшей должностью и значительно за лучшие деньги старую вы все-таки оплакиваете очень-очень сожалеете сожалеете о том что не успели сожалеете о том что может быть рано уходите или вам жалко коллектив или вам жалко своих каких-то навыков и способностей поэтому все у стрельца конечно на следующей неделе смешается а мы можем только поприветствовать от карт советы перемены неизбежны и в такое время когда вас судьба одной рукой одаривает так одаривает полной горстью а другой вот так вот у вас что-то ценное забирает вот в такие моменты всем полезно становиться фаталистами всем полезно этой самой судьбе доверять не пытаться ей противостоять подарки принимайте с благодарностью то что жизнь судьба забирает отпускаете тоже без особого без без ропотно так скажем гадание для козерога карты таро висконтия самая древняя из дошедших до нас колод таро по легенде и так три карты для козерога на следующую безусловно летнюю прекрасную неделю три карты и козерог раз два и три не такое простое время не такое легкое скорее карты рекомендует вас к чему-то рекомендует вам да к чему-то познакомиться подготовиться вот у нас королева мечей в центре выпадает но по традиции это пиковая дама та самая злодейка какая-то ссорная персона который важно вам или жизнь отравить или может быть поругаться с вами действительно по поводу по делу кто такая королева мечей традиционно в любовных гаданиях это естественно злодейка и соперница то самая разлучница поэтому не исключены новости для вас вот на эту тему новости связаны с другой женщины которая как-то присутствует или появляется в жизни вашего романтического партнера хуже то что рядом есть восьмерка кубков карта грустных окончаний с восьмеркой кубков прекращаются рассыпаются в прах какие-то романтические планы вот с такой пары конечно вас может просто прекратиться любовная история рассыпаться из-за появления соперница хотя скорее всего соперница не появляется она не новая она уже была просто вы прежде об этом не знали или должны были знать но закрывали на это глаза тут прямо вот действительно какая-то мощная крайне негативная женская энергия вмешивается ваши планы первую очередь любовные я думаю может быть и семейные может и профессиональные или в какие-то денежные то есть появляется человек фигура фигура женщина которая вам противостоит будьте осторожным только лишь без злодеек без соперниц мы наверное жизнь никто не прожили быть осторожны потому что королева мечей тем более что рядом такие эмоциональные тоже карты и тоже есть меч и может пользоваться против вас нетрадиционными методами нетрадиционными способами которые еще тем более сложнее отследить и чему чем сложнее бороться считается что вот такое сочетание карт часто описывает магическое воздействие магическое воздействие намеренное так специально иногда прям профессиональное которые за деньги а иногда это может быть магия такая неосознанная то есть это женщина которая позавидовала сильно позавидовала вашей карьере например или вашим блестящим волосам изглазила и что-то у вас после этого из рук посыпалась и что-то у вас после этого не получилось рядом здесь кто у нас есть рыцарь мечей рыцарь мечей это кстати тоже фигурная карта это может быть ее оруженосец это какой-то ее напарник то есть а знаете вообще злодеи от в сказках до братья чали же во внимание в сказках они что же в одиночку не действует они как будто бы друг другу помогают подельники они какие-то да вот посмотрите вот прям вам парочка недоброжелателей появляется это могут быть коллеги на работе я думаю как правило или какие-то конкуренты в бизнесе парочка недоброжелателей которые очень активны рыцарь мечей рыцарь мечей к карта ссорная конфликтная поэтому скорее всего это не тайные да не скорее всего а точно им так скажу это враги не тайны и это не те люди которые будут вам в лицо улыбаться за спиной ваше делать гадости нет здесь открытый конфликт здесь явно какое-то такое прямое зло идет вот это и главное что зло с последствиями у вас что-то в что-то вот не получается может быть на новую работу не получается устроиться потому что там вы сталкиваетесь с какой-то злой будущая работодательница или с какой-то будущее злой рекрутер ши может быть еще и с несколькими проходите такое стрессовое собеседование хотя скорее даже его не проходите но негативное значение таких карт я вам рассказал надеюсь что вы подготовитесь соберетесь и сможете свои границы свои желания и ценности защищать вы знаете я все-таки много хорошего вижу что в таких жизненных ситуациях которые могут описать эти карты во первых вот восьмерка кубков она советует и она вообще описывает процесс бросания ненужного карта это называется конец заранее обреченного плана то есть может быть вот это вот злодейка то приходит к вам как спасительница чтобы вы дальше не тратили время и свою энергию свои ресурсы свою любовь не тратили например на ненужного какого-то парня или чтобы вы не ждали не вляпались в какую-то неприятную профессиональную историю на какую-то ненужную работу чтобы вы не не зашли вот она вам дорожку перебегает сама со зла но вам несет добро у нас самом деле то есть такой вот через чье-то зло через чью-то зависть или чьи-то претензии конфликты какой-то входит в вашу жизнь очищающий огонь который вас то избавляет от того что вы напрасно ждали или от того что вы напрасно затеяли понимаете да а козерогам как и всем земным людям часто такой толчок нужен ведь не зря такие альтернативные герои до воздушные здесь это люди которые все по-другому видят вашей жизни и вполне возможно что от них придет добро очень опосредованно запутанно но все-таки придет поэтому готовьтесь все-таки наверное с кем-то поругаться готовьтесь к чьим-то недоброжелательным словам и поступкам но внутри себя понимаете что не всегда тот враг кто кажется врагом и не всегда тот друг кто кажется другом да ну вы надеюсь это все в жизни уже проходить далее водолей для водолея у нас испанская таро такие очень красивые качественно сделанные карты откровенные и настойчивые потому что здесь 100 карт два набора старших арканов поэтому мы можем более выразительно или более дерзко какое-то предсказание тут увидеть посмотрим что получится три карты для водолея раз два вас ждут перемены в жизни очень крупные очень хорошие и касается они в основном ваших денег приходит к вам крупная большая денежная новость дело какое-то денежно это новая работа или новый бизнес может быть может быть выгодная сделка или какой-то другой денежный проект и эта новость или этот человек новости без людей не ходят как известно в кофе в принципе меняет ваш даже не жизнь ваш статус какой-то социальный эти карты император центральная то есть вас ждет новое качество жизни как правило просто новая должность новая должность новым названием это карьерный рост вы становитесь из просто скажем принца до из принца вы становитесь императором то есть вы как-то перерастаете как-то вырастаете хорошие доходы уверенность в себе массу авторитетных решений карта вам обещает кроме того карта иногда может быть фигурной и это тоже неплохо потому что император это ваш покровитель некоторых случаях император описывает помощь очень серьезную знаете такой вот одним розчерком одним махом помощь влиятельного лица совет ли это для вас обратиться за помощью к этому влиятельному лица я думаю что да это вполне себе не исключено ну то есть на следующей неделе в жизни водолея будет человек может быть конечно не близко может быть здесь только тень или этот человек как идеи присутствует и будет человек который вашу беду сможет прямо руками развести может быть ваш начальник какой-то старший родственник и от него идут деньги но так уж сложилось рыцарь кубков это движение ваших денежных средств это опять же хорошие доходы для вас это просто хорошие новости про ваши денежные дела это выгодно сданная квартира например или выгодно купленный какой-то дом но приятно то что вы в этой в этой истории не одни не одиноки вы имеете какую-то протекцию благодаря которой богатеете то есть карты описывают вам числе прочего и возможность получить очень хорошую должность высокую с чьей-то помощью и благодаря этому естественно получить хорошие вот такие вот заработки максимально продуктивная неделя прекрасная карта советует наверное водолеем собраться во первых потому что знаете вот император карта конечно хорошие многообещающие но ответственная император приносит много хорошего тем кто готов вот например карьерный рост звучит отлично но только ведь тогда когда вы готовы к нему если вы не готовы то это провал досада это нечто лишнее лишнее беспокойство вашей жизни карта вас призывает водолеев возбудить разбудить в себе все дремлющие доселе амбиции чтобы вы быстренько соглашались на вот эти вот предложения судьбы но есть здесь еще старшарка и это наверное самая интересная карта смерти в таком блестящем соседстве смерть обозначает всего лишь большие большие перемены и к этому вам тоже нужно подготовиться дело в том что вот эти деньги новые или новая должность новое какое-то положение входит вашу жизнь не просто так им надо освободить место и для этого карта смерти чтобы вот это все впустить большое вам придется что-то выпустить от чего-то отказаться и с чем-то распрощаться и в моменте прощания это будет ужасно 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 болезненно естественно мы можем увидеть здесь и романтическую историю любовную то есть появление императора вообще как императора называют в любовных раскладах это самый лучший и самый ценный мужчина на данном этапе вашей жизни то есть не исключено появление для вас вот такого вот героев который затмит всех но смерти рядом это значит что вам болезненно и грустно придется отказаться от чего-то от многого к чему вы привязались в своей холостяцкой например жизни а может быть вам придется отказаться от другого парня скажем менее завидного какого-то жениха у которой все равно для вас чего-то значит и чего-то для вас стоит карта это очень переживательное но объяснимо мы на пороге вот такого серьезного роста качественного роста в деньгах и в карьере мы всегда находимся в напряжении многие плачут многие сожалеют непонятно о чем на ровном месте но это вот такие эмоции задача карты смерть иногда и немножко затянуть нас в прошлое понимаете немножко затянуть в прошлое заставить о чем-то посожалеть на мгновение покажется что обязательно покажется вот с этими двумя старшими арканами а на мгновение покажется что теряете его больше чем находите что это новая жизнь вам неинтересно и пока не нужно он прям тоже самый новый должность или другая работа но не верьте эти мысли всегда предательские а перемены всегда к лучшему но я думаю что водолеи перемены любят знак ваш очень очень неинертный поэтому вы справитесь и далее любят все новое в жизни приветствовать в этом прелесть этом счастье быть водолеем именно в том что не страшны вам перемены как например каким-нибудь вашим другим там соседям по зодиаку и теперь рыбы для рыб у нас будут карты царская тару тоже всего лишь три карты но этого достаточно чтобы по крайней мере главные настроения или главные события в вашей жизни а писать три карты для рыб раз два три одни эмоции вам выпадают события крупных или значимых людей в это время для вас может и не быть приготовьтесь к этому то есть если вы даже познакомитесь с кем-то с каким-то интересным человеком в это время совсем не важно не факт что это знакомство например продлится и человек по-настоящему будет для вас важным значимым интересным совсем совсем это не факт то есть ставки на крупные события на большие перемены делать не нужно в целом вот в центре шестерка кубков карта очень спокойно и милая добрый она говорит от ее задачи она говорит что все останется на своих местах либо останется либо вы вернетесь куда-то вот по этой карте все возвращается на круги своя возвращаются люди на старую работу возвращаются люди к старым любимым к бывшим мужьям например по шестерке кубков мы едем в какие-то места по которым ностальгируем в которых нам было хорошо встречаемся с людьми которые давно не видели и по которым соскучились эта карта какого-то базового знаете базового душевного комфорта вот не случайно в какой-то колоде здесь нарисована на шестерке кубков сцена как внуки приехали к бабушке вспомните вот это вот чувство из детства да когда ты приезжаешь к бабушке и ощущаешь вот что-то вот такой вот какой-то неописуемое неописуемый покой какое-то такое блаженство то есть вот неделя по событиям будет очень спокойно вам не предстоит ничего потерять вам не предстоит выдвинуться скажем на новые какие-то рубежи жизненные более того вы будете окружены привычными вещами привычными людьми и очень привычными разговором а вокруг две пустые но в моменте противные карты мечей они не обещают вам потерь не обещают вам никаких опасностей вот обратите на это внимание карты эти только настроенческие девятка мечи это страхи причем напрасные получается так что вы неделю благополучно абсолютно проживаете даже наоборот хорошо видите кого-то по кому соскучились но при этом обстоятельства вынуждает многого бояться о многом переживать естественно девятка мечей появляется в раскладе всегда чтобы вас успокоить вас предупредить не доверяйте собственным страхом ничего из того что вас на следующей неделе напугает и смутит не сбудется хотя понятно откуда растут ноги и откуда вот эти вот страхи у вас появляются пятерка мечей здесь пятерка мечей карта это по правильному называется первого победы и описывает она просто безобразные неприятные а главное бессмысленные конфликты в которых ни одна из сторон не преследует никакой благородной цели и ни одна из сторон не может выиграть вот мы здесь на картиночке даже примерно видим что творится то есть возможно вот это вот вот эти страхи у вас от сообщений от информации конфликтной конфликтной то есть вы с кем-то спорите бессмысленно и безобразно из-за каких-то унизительных мелочей но это все равно неприятно и вот это все вот это вот напряжение вот этот вот клубок таких противных мелких эмоций это как раз и задает вам вот этот трепет учащенное сердцебиение и необходимость чего-то бояться может быть кстати вот пятерка с девяткой я не исключаю что кто-то нарочно будет вас пугать причем не прямым текстом не какими-то ну знаете серьезными доводами пугать а очень из-под тяжка очень нечестно знаете из категории догадайся сам то есть это могут быть какие-то грязные намеки это могут быть неоконченные фразы знаете такие с манипуляцией с манипулятивными целями неоконченные фразы полунамеки полутона какие-то полу негативные интонации то есть с одной стороны никто не бросится с вами воевать никакого осязаемого да осязаемого четкого врага вы тут не видите а в то же время ощущаете как сгущаются тучи и как будто бы кто-то кто-то вас или с работы выживает или кто-то просто принципиально или из вредности портит вам настроение и вот задача таких карт конечно вот этой шестерки в окружении вот этих вот мечей настроить рыб на на лучшее на такой вот позитивный лад то есть когда вы переживаете когда слышите неприятные слова может быть критику безосновательную от кого-то держите середины вспомните что в середине у вас шестерка кубков карты говорят что у вас правильная и очень благополучная сейчас жизнь ничего не меняется да ничего крупного не происходит только лишь потому что и не должно происходить время для этого не пришло а вот это вот все чужие страхи проекции чужих страхов чужую зависть все можно только игнорировать спасибо